здравствуйте дамы и господа мы продолжаем с вами разговор о таком задании как короткие рисунки кистей рук с акцентом на конструкцию чем хороши чем хорошо скажем так руки дополнительно рисовать до уделять им время как бы я думаю что нам всем понятно это связано с тем что обычно все таки у нас на руки всегда немножко не хватает времени учитывая что на освоение портрета довольно много дается до руки все-таки также довольно довольно элемент подробный до по своему строению интересной и конечно получается так что всегда в любой образовательной программе на рисунок рук очень мало времени сравнить с портретом то можно сказать что в разы да и они обычно уже в контексте фигуры больше рисуются но конечно чтобы с руками немножко разобраться желательно им время уделять дополнительно и чем хороши короткие рисунки до тем что их просто можно сделать больше да хотя длительные тоже желательно и почему мы говорим о конструкции потому что конечно нам желать на форму конструкцию понимать в начале так же как в самом начале когда мы когда-то рисовали натюрморты да мы учились их начали строить уже потом у нас происходил акцент на тональность и то же самое по большому счету должно происходить с портретом и поэтому собственно говоря вот хорошо при рисунках рук определенный акцент на тональность обязательно чтобы у нас был в начале освоения чтобы мы акцент на конструкцию прошу прощения чтобы был чтобы мы соответственно могли уже потом развивая тональность да в рисунках рук там совершенство обрез и так далее чтобы мы могли сказать что более-менее мы о конструкции поразмышляли да то есть она в нас как-то вот нашем сознании конструкция она поселилась немножко но что имеется ввиду под конструкции это не устройство скелета который более-менее в общих чертах конечно нужно знать а это в первую очередь архитектоника формы до понимание планов до основных переломов формы как все это на кистях рук располагается поэтому желательно конечно немножко этому внимание уделить ну вот вы видите что мы сейчас чем занимаемся да как набросок то есть длительный рисунок он начинаться должен как набросок ну а короткий рисунок тем более как набросок мы в начале всего немножечко раскидываем да видите что мы взяли основной обрез мы уже намечаем планы мы и переломы формы мы соответственно какие-то ключевые характерные точки смотрим мы смотрим соответственно от ряды линии которые образованы фалангами пальцев да и мы уже немножечко смотрим пластику 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 это видно сейчас вот по тем частям которые ближе к нам это тыльная сторона нижней руки да с начала мизинца и мизинец вот верхней получается что конструкция и пластика они должны идти рука об руку потому что без пластики конструкция будет делать человека немножко топорным таким как ну такой вот робот в плохом смысле слова да а пластика без конструкции она конечно будет приводить к тому что будет все аморфно то есть мы просто будем срисовывать но она будет аморфно и ответить что мы уже на передних пальцах намечаем также перелом формы которые на том углу их который ближе к нам исходит до перелом формы с переднего на боковой план и интересный такой вот есть момент эффект таких ступеньки на такой на ногтевой фаланге а на самом деле надо сказать что ступенька она имеется и на запястье с перехода на переходе из запястья в пясть да где кисть начинается и на самом деле ступенька есть там где пальцы начинают из пясти вырастать да вот где костяшечки так вот за собой понаблюдать мы увидим что там есть некоторая ступенечка на ногтевой фаланге но и на соответственно на среднем фланге тоже немножко есть желательно просто это дело осознать немножко сейчас активно выглядит рисунок наверное лучше рисовать все-таки полегче в этом ключе но также стараться с пластикой дело в том что видеосъемка несколько делает все более контрастным чем она есть на самом деле ну вот соответственно видите что мы линии обрисовывать старались пластичными линиями но и когда мы заходим внутрь это не просто вот светотень какую-то наносим давите светотени еще пока нет мы показываем где форма поворачивает меняет свое направление и мы тоже это стараемся делать пластичными линиями то есть по сути дела тот же самый линейный рисунок только не на контуре а зашедший как бы внутрь постепенно сейчас все нужно будет немножечко уточнять обрисовывать косточки намечаем уточняем обрез смотрим как они там в действительности идут ну вот да собственно 4 4 косточки в основании пальцев у нас намечены да сами пальцы ведь мы тоже туда вносим пластику да с наметив вначале где идут какая фаланга где они поворачивают мы дальше можем спокойно в них уже вносить пластику и надо сказать что вот такой вот рисунок на конструкцию он конечно может и на этой стадии даже чуть раньше вполне может быть завершенным то есть виде такого вот наброска может быть завершенным потому что он сам по себе в общем-то для нас ценен в том смысле что мы эту конструкцию немножечко пальцев немножечко подчеркиваем да что мы повороты формы на пясти тоже подчеркиваем такого рода деятельность она ценна сам себе почему потому что очень часто ее просто не хватает то есть ее дефицит ее достаточно много строгановской школе там как говорится у каждой школы есть свои достоинства да ну и свои соответственно недостатки на каждая школа делает на чем-то акцент и соответственно приходится за это расплачиваться плохим развитием каких-то других качеств на так вот получается что такой конструктивный подход он весьма развит строгановской школе но это сразу же означает что других школах его как правило немножечко не хватает поэтому вот такие наброски до желательно делать чтобы вы учились именно вот эту стадию проделывать неоднократно когда вы взяли основные соотношения и немножко на конструкцию сделали акценты вот потому что на самом деле при работе с цветом то же самое такие все вещи должны в живописи присутствовать просто язык другой да мы там действуем пятнами но тем не менее вот эти акценты на связанные с конструкцией они должны присутствовать это желательно безусловно если мы хотим такой рисунок развивать дальше то конечно его стоит где-то осветлять то есть эти достаточно грубые резкие линии черные даже они конечно в жизни они светлее но не сильно намного да они конечно хороши именно для своей стадии но дальше нам естественно если мы хотим развивать рисунок то конечно их желательно будет тогда осветлять чтобы он стал полноценным тональным рисунком да их можно делать сразу же легче вот но надо понимать что на определенной стадии когда есть необходимость включить то на включить конструкцию то соответственно сами по себе вот такие рисунки они полезны возникает вопрос размера да но вот вы видите сейчас размер несколько меньше натуральной величины вот он может быть еще в два в три раза меньше в зависимости от наличия времени да потому что соответственно чем крупнее рисунок тем дольше он его уходит время вот это вот пясть да тут важно видеть не только отдельные косточки но и большие плоскости да немножко сейчас это не доработано этот момент ну или в каком смысле одну большую плоскость можно так сказать мизинец да там у нас ну вот как то так немножко отрисовываем силуэт повнимательнее там тоже там не прямая да вот на мизинце надо понимать то есть каждая фаланга она тоже не прямая она имеет свою пластику как правило это две выступающие косточки по краям фаланги и некая вот мясистая часть посередине и этот вот эффект ступеньки да на фаланге на каждой фаланге фактически и на запястье его тоже в общем то хорошо бы учитывать ну вот вы видите что светотень у нас пока берется условно достаточно да ради того чтобы передать объем наиболее реалистично она конечно срисована на верхней руке ее нижней части которая отвернута в тень там она взята фактически просто пятном без всякой передачи формы а вот на остальных частях наоборот мы ее светотень делаем немножечко как бы утрируем ради того чтобы как раз таки форму передать небольшой палец там где-то торчит у это большой палец верхней руки естественно ну вот немножко здесь тоже светотень тут вертикальная часть она в тени в тени не а не 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 Немножко здесь тоже надо понимать, что торцы не просто округлые, там в общем-то в торце тоже плоскость такая. Немножко нужно стараться отходить, да, когда уже рисунок более-менее к чему-то приходит, да, желательно отходить на расстояние, сравнивать, очень часто в этот момент, конечно, могут быть видны какие-то ошибки, даже в общем-то в самых общих пропорциях, поэтому нужно быть готовым их оперативно и достаточно удобно для себя ликвидировать. Так, ну где-то мы немножко что-то усиливаем ради объема. Там тоже, в общем-то, тень, это по большому счету один планчик. Ну вот как-то, наверное, так. В общем-то у нас уже как в виде короткого такого рисуночка, или длительного наброска скорее, он у нас как-то уже сейчас более-менее состоявшимся, можно его считать практически. Здесь тоже перелом формы. Немножко их усиливаем, да, там где-то переломы формы, но усиливаем. Ну, критерий с переломой формы, конечно, такой, что мы усиливаем не просто там, где рельеф какой-то, да, там на коже, да. Мы усиливаем там, где действительно форма шла, шла, шла и повернула, изменила свое направление. То есть так-то на самом деле лучше. Немножко здесь можно какой-то тонн дать при желании, да, на предплечьях, но это, конечно, уже совершенно необязательно. Где-то высветляем лишнее, да, там немножко правим что-то. Ну, тут, конечно, момент такой, что надо понимать, что такие вещи должны сопровождаться набросками, да, кистей рук. И эта тема у нас тоже, в общем-то, была, да, в свое время. И набросков кистей должно быть достаточно много для того, чтобы вы освоились, просто попадали и научились видеть не просто набор деталей пальцев, а именно видеть целое, да. Как бы лозунгово это не звучало, поэтому не стоит, конечно, рассматривать вот эти ролики как пособие для рисования с экрана, потому что, мне кажется, все-таки они недостаточно хороши для этого. И лучше пользоваться рисунками старых мастеров, может быть, там, да. И не стоит рассматривать то, что вы, если вы видите, допустим, что здесь вот у нас три ролика по кистям выложено, и еще, наверное, несколько будет там с других заданий по кистям, что стоит просто это попробовать, да, вслед за мной, вот с экрана рисуя, и вы освоите кисть. На самом деле это не совсем так, потому что для того, чтобы такие вещи делать уверенно, даже хотя бы вот на таком уровне невысоком, да, нужно делать это достаточно большое количество раз. Поэтому вот этот момент надо осознавать, то есть не стоит думать, что вот вы сейчас попробуете, да, и сразу что-то произойдет, потому что с руками, конечно, очень важно, так же, как и с портретом, и с фигурой человека, момент немножечко все-таки освоиться, немножко привыкнуть. Поэтому я думаю, что эти наши ролики могут быть полезны, скорее, в справочном каком-то смысле, да. Ну, а рисовать, конечно, лучше с живой натурой, перед этим с гипсов, да, надо понимать, что руки гипсовых статуй, они очень хороши. Но это предполагает какое-то посещение музеев, да, вот типа Пушкинского музея в Москве, да, соответственно, музеев, где есть большое количество слепков, да. Вот, если у вас отсутствует в вашем населенном пункте хоть какой-то музей художественный, по крайней мере, со скульптурами, то нужно думать, что делать, но как минимум можно делать очень много набросков с натуры, с себя, например, в зеркало. Вот прекрасная, прекрасная натура, самая лучшая для рук, так же, как и стоп, для ступней, да, это делать самого себя длительные наброски в зеркало. Я тоже в свое время такие штуки делал, и приблизительно вот в таком вот размере, либо, может быть, тут чуть поменьше, это очень удобно и полезно. Ну, вот какой-то такой вот у нас с вами коротенький рисуночек получился. Сейчас уже ролик будет потихонечку заканчиваться. Старайтесь, соответственно, не забегать так же вперед, да, если вы еще не прошли какие-то ранние стадии, да, наша программа, в общем-то, ничего особенного с собой не представляет. Она, последовательность наших роликов, она показывает примерно то, как это и должно происходить, как это обычно везде и всегда происходит. То есть, вначале все-таки какие-то более простые вещи нужно учиться делать, а потом уже вот переходить к освоению фигуры человека. Вот немножко мы там ослабили черноту, чуть поцельнее стало. Вот такой набросочного типа у нас рисунок. Спасибо вам за внимание, желаю вам хороших рисунков. Сейчас, наверное, мы увидим. Мы видим с вами все это вместе и вот справа внизу также еще рисунок отдельно руки с сечениями тоже, я думаю, что можно его порассматривать, может быть, полезно. Напоминаю, что есть наша группа ВКонтакте, где мы пытаемся как-то давать друг другу советы по нашим работам. И есть также вот мои координаты какие-то, да, вот это профиль, в первую очередь ВКонтакте я бываю, и почта, да, можно какие-то вопросы задать. Есть наша большая группа ВКонтакте, где много полезной и интересной информации. Спасибо вам за внимание, дамы и господа. Всего доброго, до новых встреч.